Уважаемые друзья, всем доброго дня! Это небольшой еженедельный обзор того, как работают торговые роботы, торговая система Wear Lollipop. Для тех, кто смотрит меня первый раз, меня зовут Владимир. Я занимаюсь торговлей на финансовых рынках уже больше 17 лет и больше 15 лет программирую. В основном я программирую, пишу торговых роботов, люблю торговать ручками. Но автоматизация торговых стратегий – это моя страсть. Я это обожаю, я этим занимаюсь каждый день. Пишу торговый робот, алгоритмы, ищу паттерны, исследую рынки с помощью кодов, анализа. И вот этим всем я занимаюсь каждый-каждый день. В этом видео сейчас посмотрим, как работают торговые роботы, которых я написал. И еще у меня будет очень интересная информация, но это уже ближе к концу данного видеообзора. Я свое лицо, свое изображение убираю, потому что перезаписываю видео уже второй раз, все время забываю его убрать. Итак, давайте переходим к торговому роботу. Торговый робот VR Lollipop был написан год назад и была выложена первая версия год назад. С того времени было несколько модификаций, обновлений и улучшений. И в принципе торговый робот работает довольно-таки хорошо, стабильно и надежно. Можете прийти к нам в телеграм-группу, где общаются пользователи этого робота. И там вам еще подрасскажут, покажут и что-нибудь расскажут. Вот это реальный счет. В феврале прошлого года, 7 февраля, я положил на счет 7 долларов. В апреле, ближе к маю, я снял полторы тысячи долларов, ездил отдыхать в Кисловодск. И вот потихоньку советник продолжает торговать. За год было несколько критических ситуаций, которые я руками закрывал просто все позиции с небольшим минусом. И дальше советник продолжал торговать. Работает, работает. Прибыль есть, есть. Полторы тысячи снял, уже тут сколько получается? 681 он заработал. Может быть за год это вам покажется немного, но сам факт в том, что советник работает, торгует и в принципе имеет высокую степень надежности. Вот, на текущий момент вот такой вот у нас результат получается. Пережили мы тут все падения. Вот это падение я здесь руками закрывал, потом пожалел, потому что, ну, как бы, будем говорить так. Ладно, не буду говорить, а то YouTube не пропустит это видео. В общем, да, я после этого падения думал, что еще дальше будет жесткое падение, откатов не будет, поэтому баи закрыл вручную. Но мог их не закрывать. Если бы я их не закрыл, то было бы порядка там еще 100 долларов плюсом. Но я решил перестраховаться. Поэтому баи были закрыты с небольшим минусом. И целый потихонечку этот минус сейчас покрывает. Там буквально за неделю все будет покрыто, перекрыто. Вот, в принципе, советник работает, все замечательно, торговая стратегия себя оправдывает. Так, идем дальше. Покажу вам еще 7 терминалов. Здесь уже демонстрационная работа идет. То есть, тестовая версия, которая была запущена, вот она здесь продолжает работать. Работает на разных финансовых инструментах, кроме металлов. На металлах я таки не подобрал настройки. Не подобрал не потому, что мне лень, просто не хватает времени. Не хватает времени выделить, чтобы сесть и внимательно провести все калькуляции и подобрать настройки. Да, кстати, для тех, кто задался вопросом, на каких же настройках работает на реальном счете, вот, пожалуйста, настройки все здесь справа указаны. Если вам здесь непонятно, я вам сейчас немножко по-другому покажу. Вот так, я думаю, будет более понятно. Вот с этими настройками торговый робот работает на финансовом инструменте. Фунт, доллар работает уже, в принципе, давно, с февраля, с начала февраля. Так, возвращаемся к нашим учебным счетам. Посмотрим бегло. Не хочу много времени забирать, как обычно, по 20-30 минут. Поэтому смотрим в таком более-менее ускоренном режиме. Первый вариант у нас получается 22 доллара прибыли. По финансовому инструменту фунт, доллар, 8 долларов. В принципе, работает, живет. И вот эта ситуация, здесь все закрылось. Следующее. Это у нас доллар и иена. Здесь у нас тоже, в принципе, по-моему, все нормально. Да, все нормально идет. Торгует робот. Дальше у нас получается, что это? Австралийский доллар, доллар USD. Я здесь вручную закрывал позиции, потому что были не очень хорошие настройки. И сделки растащило по графику. В итоге роботу нужно было ждать очень большого, хорошего движения для того, чтобы разрулить все позиции. Да, кстати, это часовой график. Посмотрите, как здесь красиво появились голова и плечи. Можно сказать, почти идеальная фигура голова и плечи. Дальше. Что это у нас? Доллар, швейцарский франк. На этом финансовом инструменте тоже очень хорошие результаты. Я присматриваюсь к тому, чтобы запустить еще несколько реальных счетов на этом финансовом инструменте. Работает, работает, торгует. И здесь у нас это что? Доллар канадский. Доллар. А, нет, это вот здесь было, растащило финансовый инструмент по финансу, потому что шаг 500. И из-за такого большого шага сильно растаскивает позиции. И советнику нужно больше движения. Давайте-ка я здесь сейчас шаг подрежу чуть-чуть до 220. И должен будет торговый эксперт торговать более активно. Больше активности будет проявлять. И последний. Новозеландский доллар. Доллар USD. Тут у нас сейчас просадка 115 долларов. Но я думаю, тут справится. Торговый робот здесь работает тоже очень, очень давно. И, в принципе, справляется тут со многими всякими интересными нюансами. Так, настройки спрятали. Смотрим, как давно торгует робот. Ну, довольно-таки давно он торгует. Получается, с июля месяца. Июль, август, сентябрь, октябрь. Четвертый месяц он торгует. И, в принципе, 50% на 1000 долларов депозита сделал. Так, на этом все. На следующей неделе по возможности сделаю более детально, более обзорно. С разбором отчетов и всего остального. Так, и последний момент, о котором я хотел поговорить в этом видео. Я хотел вам показать интересную вещь. Смотрите, Market MQL5. Я думаю, многие из вас знакомы. Он встроен в каждый терминал MetaTrader 5. Можно просто прийти на сайт. И здесь есть различные торговые приложения. То есть, разные роботы. По большому счету, ничего супер, какого-то особенного, каких-то уникальных торговых стратегий здесь нет. Здесь вся уникальность заключается в том, какой маркетинг придуман для продажи того или иного робота. То есть, вот, например, Quantum Emperor. Стоит 1200 долларов. Какой кошмар. На русские рубли сейчас это будет примерно 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей нужно потратить, чтобы купить этого робота. Но, по факту, ничего особого нет. Мы можем его открыть, посмотреть отзывы. Отзывы здесь 100% купленные. Либо заставили как-то каким-то людей какими-то шашнями поставить. Потому что, ну, так не бывает. Столько положительных отзывов. Это ненормальное явление. Но давайте посмотрим другой робот. И посмотрим еще, еще и еще какие-нибудь роботы. То есть, вот, например, 638 долларов стоит робот. Тоже 88 отзывов с 5 мая 2023 года. Я в это в жизни не поверю. Это стопудово, 100% какие-то замотивированные отзывы. То есть, там, за подарки, за какие-то скидки, за какие-то, за одно, за пятое, за десятое. Люди пишут вот отзывы. Для того, чтобы что-то получить другое. Вот, программа опубликована в семнадцатом году. 188 отзывов. Большинство отзывов положительные. Хотя, вот, есть и не очень хороший отзыв. Но, сам факт, я знаю эту программу. Программа неплохая. Автор много там сделал хороших вещей. Вот, стоит 100 долларов. Смотрим еще дальше. Мне нужно показать вам количество и что делает. Здесь, смотрите, вот яркий пример маркетинга. То есть, красивые картинки, красивые отчеты, красивое описание. Что он тут пишет? Некоторые из моих функций написаны с использованием GPT-4 CopyLot. Ну, для тех, кто не знает, GPT-4 это одно. CopyLot это совсем другой искусственный интеллект. Это два разных искусственных интеллекта. И лепить вот так это все в кучу. Ну, это все маркетинг для того, чтобы сделать эффект вау для тех, кто не знает и не понимает, о чем идет речь. То есть, здесь больше маркетинговый ход продавца. Как бы. Моя главная особенность методология анализа потоков данных. Которая позволяет мне одновременно торговать десятками стратегий. Вода водяная. Вот здесь написано другими словами. То есть, это маркетинг. И к чему я это все дело показываю? Может быть, вы задаетесь вопросом. Смотрите, 399 долларов стоит торговый робот. Красивый логотип. Описание. Красивая девушка. Маркетинг. Ну, такое себе. Я тоже такое могу сделать. Посидеть, поковырять в фотошопе. Это и мои дети смогут сделать. Зачем я это показываю? Может быть, вы задаетесь таким вопросом. Надо пройтись еще раз по всем вот этим торговым роботам. Смотрите. 1200 долларов. У этого робота 69 продаж за последние 30 дней. То есть, 69 раз такого торгового робота приобрели во всем мире. Это не Россия, Англия или Америка. Это международная платформа. То есть, во всем мире 69 человек за последний месяц приобрели доллара по 1200. Следующий. 112 продаж по 638 долларов. Ладно, давайте будем брать по минимуму в аренду за месяц. По 238. А здесь аренды нет. Здесь есть аренда, а там не то. В общем, 112 продаж пусть по 238 долларов. То есть, продавец за последний месяц продал 112 копий этого торгового робота. Тут даже картинка. Вот я на нее смотрю. Эта картинка сделана искусственным интеллектом. Смотрим следующее. 308 продаж пусть по 30 долларов. 9000 долларов. Перевести на русские 900 тысяч рублей за месяц. Дальше. 65 продаж. 65 продаж пусть по 125. Тоже, в принципе, неплохой результат. Здесь 49 продаж по 400 долларов. К чему я это говорю? Это я говорю к тому, что разрабатывать торговые стратегии торговых роботов сейчас очень-очень большой и сильный тренд. И ворваться в этот тренд можно. Можно написать своего торгового робота, выложить в маркете и, в принципе, можно добиться таких результатов. Это я говорю к тому, что я записал курс программирования торговых роботов. Поскольку я программирую больше 15 лет, я записал курс программирования торговых роботов. И для тех, кто хочет повторять вот такие результаты, публиковаться в маркете, вы можете пройти мой курс обучения, где полностью я с самых элементарных азов рассказываю, как писать торговых роботов, как строить торговую стратегию, как это все программировать. Для терминала MetaTrader 4, для терминала MetaTrader 5. И третья часть курса, в ней я больше рассказываю опыт, знание информацию, как выйти в маркет, на эту торговую площадку, как там опубликовать, как все сделать, что нужно делать, чего нельзя сделать, для того, чтобы иметь там какие-то вот такие продажи в месяц. Ссылка на курс будет под этим видео, вот это я, только в другой футболочке, в другой маечке. И здесь полностью все-все-все описано, что вы сможете сделать. Программа курса есть полностью-полностью-полностью. Списки уроков, их больше 40 штук, больше 40 часов, где шаг за шагом я полностью все объясняю. Есть телеграм-группа, где вы можете задать вопросы, и я, вот именно я, которого вы сейчас видите на мониторе, вот он посерединке, я буду отвечать и помогать вам в изучении языка программирования. Поэтому, если вдруг у вас есть желание войти в ряды вот таких вот продавцов, делать обороты в международном маркете, программировать торговых роботов, добро пожаловать. Для тех, кто думает, что программирование это тяжело, я скажу, что да, тяжело. Легких денег не бывает, поэтому важно иметь рядом человека, который может подсказать, объяснить, где вы ошиблись и почему ваша логика поехала. И расскажет, подскажет, как делать дальше, что делать дальше, и даст понимание, поделится своим опытом для того, чтобы у вас все получалось довольно-таки хорошо. Поэтому, уважаемые друзья, осваивайте профессию программиста торговых роботов, и у вас будет не только на хлебушек, но и на масло. Всем спасибо большое, всем большое спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. Продолжение следует...